Я вас приветствую, дорогие братья и сестры! Давайте мы сегодня еще раз спустимся в пещеры Киево-Печерской Лавры, ближние пещеры, те начальные, от которых все началось, для того, чтобы набраться там некоторых добрых мыслей. Есть среди святых угодников, лежащих в Лавре, такой святой под названием Марко-гробокопатель. У человека это была такая шекспировская профессия, он был копателем гробов. Это почему называют шекспировской? Потому что вы помните, что гробовщики у Шекспира в Гамлете способны произносить такие умнейшие монологи или вести между собой диалог, такой глубокий и философский. То есть занятие само по себе очень философично. Это по недоразумению. Чаще всего на кладбищах мы можем видеть людей далеких от размышлений, таких совершенно не шекспировских. А в принципе занятие это очень глубокое и серьезное. Марк выкапывал гробы своими руками для монахов этой Лавры. И что интересно, живя жизнью такой строгой, очень строгой, сквозь тесные врата, так протискиваясь в Царство Божие, тесно живя, он не боялся смерти, более того, смерть боялась его. Несколько примеров из его жизни говорят о том, что голос его мертвые слушали. Так однажды, уже будучи ветхим человеком, уже стариком, он не успевал иногда выкопать могилу вовремя к погребению одного из почевших братьев. Случилось так однажды, что уже обмыли и отпели усопшего монаха, а Марк все еще не успевал закончить могилу. Когда пришли к нему с замечанием, дескать, поторопиться бы надо, то он сказал, скажи покойному, пусть подождет. Он говорит, как скажи, что скажи, человек уже отпет, обмыт и готов лечь в свое пристанище. Он говорит, ты скажи ему от меня, что грешный Марк просит тебя подождать немного. Значит, когда эти слова были сказаны, покойный ожил, правда, не поднимался на одре, не разговаривал, но с открытыми глазами и живой. Он жил еще некоторое время, до тех пор, пока Марк не закончил копание гроба, и потом он отдал душу обратно в руки Божьи и был погребен. Это все стало известно в монастыре, и страхом сотряслись души человеческие, зная, что Марк говорит мертвым даже через посланных, через посредников, и мертвые слушаются его. И еще был случай в его жизни, касающийся двух монахов, звать их Феофил и Иоанн. Они, кстати, лежат в лавре рядышком с Марком, так в одной келье. Они были очень близки друг другу духовно и жили душа в душу, как два родных брата. Но один из них умер, и Марк похоронил его на том месте, которое другой приготовил для себя. Так бывало часто, что монахи заранее готовили себе место посмертного упокоения и смотрели на гроб свой будущий. Некоторые гробы себе ставили в келью свои, некоторые спали в гробах. Ну, для нашего сознания это все диковато, так странно, страшно. А монахи этим занимались для того, чтобы свыкнуться с мыслью о будущем. Уходя отсюда, расставить все на свои места, тленное назвать тленным, вечное назвать вечным и жить правильно. Такими делами занимались, такими упражнениями. И вот похоронил Марк. То ли по оплошности, то ли по воле Божьей так случилось, что один лег на место другого. Иоанн умер, а положили его на место Феофила. Часто люди, знаете, спорят из-за вещей малозначущих, таких, за которых спорить и не стоит. И Феофил начал спорить с Марком, говоря ему, дескать, выговаривая, ну, что ты сделал, положил моего друга, почившего на место, где должен лежать я. И Марк, смирившись перед братом, которого он, как оказалось, обидел, обратился к покойнику, говорит, брат Иоанн, прошу тебе, уступи место старшему. То есть ляж на своё место, как бы, покойный поднялся и перешёл на другое место, значит, на виду у людей, что ещё больше испугало всех. И второй был случай такой уже вот в житии Марка, когда смерть его слушалась, когда смерть, боясь нарушить его слово, отпускала из своих цепких лап того или иного человека, и человек обретал опять свободу, как и живой. Таких случаев было несколько. Ещё был случай подобный, описывается в древнем Патереке Печерском, когда Марк действительно говорил, и мёртвые его слушали. Там молебны служатся часто в ближних пещерах Печерской лавры. Сохранилась шапочка Марка, которую он носил на своей голове. Её одевают на главы всех находящихся на молитвословии с тем, чтобы прикосновение к одежде святого осветило наши помыслы, наши мозги просветились какими-то добрыми светлыми мыслями, благие мысли, что пришли в нашу голову. Вообще, братья и сестры, интересно, что спускаясь в Печерскую лавру, а я надеюсь, что всякий приезжающий в Киев в гость непременно пойдёт туда, что быть в Киеве, не бывать в лавре, это значит не быть в Киеве. Спускаясь туда, в Печерскую лавру, мы спускаемся в то место, где у людей и смерти были совершенно особые отношения. Множество житий святых, насельников этого монастыря, показывают нам, что они, верившие в Христа, победившего смерть, и отдавшие себя Христу полностью, и, по сути, похоронившие себя заживо ещё при жизни в пещерах этих, получали некую власть над смертью, и смерть вела с ними себя по-другому. Так, к примеру, в тех же ближних пещерах почивает тело святого Афанасия. По-гречески «афанасий» означает «бессмертный». И Афанасий действительно немножко оправдывает это имя, поскольку однажды он умер, но, приготовленный к похорону, потом ожил. И жил ещё, по-моему, лет 12 прожил ещё после этого. Его спрашивали все «расскажи нам, что ты пережил, что видел, что понял». Он плакал так громко, что нельзя было вблизи кельи его находиться. Ни с кем не разговаривал, и перед своей второй смертью сказал братьям только три слова. Сказал, что «служите сегумена, никуда не удаляйтесь из монастыря, то есть желайте единственное, чтобы здесь жить и здесь быть погребённым, и молитесь на всякий час Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери». Вот сказал такие три вещи, он скончался. Это был некий второй лазарь. Лазарь четверодневный, евангельский, который умер и ожил. Четыре дня был во гробе, а душа его была в этой области адской и никому ничего не рассказывал. Только известно о нём, что сладкое постоянно он ел, потому что гортань его была опалена горечью ада, и он чувствовал в себе этот вкус смерти. Таким же был примерно и Афанасий. Другие два монаха, Тит и Евагрий, тоже любились друг друга как душу, а потом страшно поссорились. И случилось Титу умирать, и он позвал Евагрия, чтобы проститься с ним. Просил его простить меня, значит, помириться перед смертью. А Евагрий как-то бесом подстрекаемый сказал страшные слова, что «я тебя не прощу ни в этом веке, ни в будущем тебя вообще знать не хочу», и упал мёртвым. Тут же Аатит поднялся живой, здоровый. И видно было некоторым из монахов, значит, что, или самому Титу, вернее, было видно, что страшный демон явился. Вслед за этими словами вырвал душу из Евагрия, а Титу Бог вернул в эту секунду здравия. Совершенно-таки особые отношения между человеком и смертью. Смерть то приходит человеку, то отпускает его, то слушается его голоса. Или, например, такой чудный случай со святым Дионисием, который был диаконом и вошёл покодить в пещеры в день Великой Пасхи, и сказал, обращаясь к лежащим монахам в гробах от избытка благочестивого чувства, радости о воскресшем Христе, сказал им пасхальные слова «Христос, воскресе, братья! Ныне великий день, велик день!» На что усопшие ответили едиными устами ему «воистину воскресе!» Келья эта с монахами, этими почившими, находится там, где лежит святой Нифонтипископ, Кукша, священомучник, несколько других. То есть смерть совершенно по-другому ввела себя в этих подземных местах, определённых для жительства подвижниками. Очевидно, что люди, отдавшие себя Христу, повторяю полностью, были умершие для мира, умершие для греха, ожившие в Боге, всецело соединившиеся, насколько возможно, человеку с воскресшим из мёртвых Иисусом Христом, вступили в совершенно особые отношения со смертью, той самой смерти, которой мы все боимся, об которую, как об каменный неподвижный утёс, разбиваются все волны наших житейских стремлений, желаний, все наши потуги, в пыль водяную разбиваются об эту незыблемую скалу, пока Христос не войдёт в нашу жизнь. В жизнь преподобных Христос вошёл, они Его туда пустили. Как раз слышалось их сердцу слово евангельское, «Се стою у дверей и стучу, кто отворит мне, войду к нему, буду вечерять с ним, я и Отец мой». Так что, братья и сестры, я желал бы, чтобы мы почаще бывали в пещерах Киево-Печерской лавры, жители Киева особенно, а те, кто приезжают в столицу тоже. Ну а те, кто живёт далеко и не может этого сделать, пусть читают Киево-Печерский Патерик и молятся преподобным Печерским, потому что они живы в Боге и слышат молитвы наши. Сегодня прощаемся, надежда на будущие встречи. Я говорю вам доброй ночи, до свидания, будьте Богом хранимы. Субтитры подогнал «Симон»!